В одной Южно-Кавказской республике сделано такое интересное движение. Сказано, вот требуют, чтобы мы четыре села отдали, иначе к концу недели будет война. При этом это настолько, хочется сказать, ну кого вы пытаетесь вести в заблуждение? То есть после этого, это же двухходовочка. На что сказано? Ну у вас же русская база стоит, мы же в УДКБ. Ну вы же не можете наши села защитить? Тогда зачем нам УДКБ и зачем нам Российской военной базы? Тогда уйдите. А для того, чтобы мы могли защитить? А, отлично. Тогда мы сейчас их спровоцируем, мы сейчас втянем, и пусть они тогда воюют со стороной, с которой у них хорошее отношение. Тоже выигрыши. Да они сами себя пересекают. То есть вот такая комбинация простейшая, а что, меня в Париж возьмут, мне Макрон обещал, и тогда, ну не будет больше Армении, ну кого волнует. Никого. Ну сначала четыре села, а потом, ну зачем это название Ереван? Да будет Аребуни, или как-нибудь еще. Или Ереванский велоед. Да. Зачем нервничать? Все же хорошо. Зато будет торговля, все будет замечательно. Ну вот нет Карабаха, ничего же не случилось, скажут они. А сейчас уже оттуда слышишь, как разные близкие к этим политикам люди заявляют, что это Россия виновата, это русские требуют отдать четыре села. Вообще русские во всем виноваты. Нет, ну и в этом в частности. Представляешь вопрос, извините, а кто принял вот эти решения, после которых было сказано, что Карабах это внутренний азербайджанский вопрос? Разве не человек, который называет себя премьер-министром Армении? Хоть одно официальное обращение в адрес ОДКБ было с просьбой о помощи? Статус. Наш президент говорил, статус определен. И опять же, я люблю армянский народ. Это хорошо известно, я это никогда не скрывал и не собираюсь скрывать. Но, как правильно говорят мои армянские братья, государственность Армении через две тысячи лет была восстановлена в основном благодаря России. Армянский народ как таковой был сохранен благодаря русской империи, потом Советскому Союзу. Да, были сложности, договор, Владимир Владимирович Ленин, Ататюрк, бесспорно. Но где еще так развел армянский народ на своей земле, как не внутри Советского Союза? Какое уважение, любовь, почитание. Поэтому я обращаюсь не к нынешней политической власти Армении, я обращаюсь к армянскому народу. Это ваша земля, это ваша судьба. Не ошибитесь. Просто не допустите той ошибки, которую мы все вместе допустили в девяносто первом году, когда мы потеряли родину. Вам будут аплодировать все те, которые на самом деле вас презирают и вас ненавидят. Но потом за этими аплодисментами последует жесточайшая и страшная дележка. А трагедия потери родины, увы, в истории великого армянского народа была. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.